Свердловское министерство по управлению госимуществом и прокуратура проверяют законность расположения рекламных конструкций на памятниках архитектуры Екатеринбурга. И уже есть первые результаты. Оказалось, что часть баннеров только на одной улице в центре города установлена без соответствующего соглашения. Сюжет Анастасии Кондрашовой. Здание в стиле эклектики, но здесь все-таки преобладают, помимо других архитектурных стилей, элементы классицизма. В начале 20 века это здание было доходным домом. Теперь здесь располагаются многочисленные мелкие туристические рекламные юридические фирмы. О чем они так смело заявляют на рекламных баннерах, закрывая при этом почти весь исторический фасад. Это историческая часть Екатеринбурга. И на этой улице едва ли не каждый дом является памятником архитектуры. Но оценить по достоинству местные достопримечательности вряд ли получится. Здания, которые могли бы привлечь туристов, чаще всего прикрыты рекламой туристических же услуг. Памятники архитектуры арендаторы не щадят. Рекламу размещают даже в исторических закоулках. На этой улице разрешение рекламировать себя на щите только у одной турфирмы. Все остальное самодеятельность арендаторов. Вокруг рекламы на культурных наследиях бурные дискуссии разворачиваются уже давно. В законе запрет четко не прописан. Но зато сказано, что право любоваться памятником должно быть у каждого. Вызволить историю из-под гнета. Рекламой в Екатеринбурге взялись чиновники вместе с прокуратурой. Во время их совместной проверки некоторые бизнесмены все-таки сняли щиты добровольно. Один из достаточно красивых фасадов дому памятника гостиницы Эрмитажа, Гачерепанова, Пушкина 7. Как он перекрывался. Мы видим, что когда она была снята, то вид памятника имеет совершенно другой. И, наверное, посмотреть на него куда более интересно. Правда, местные достопримечательности, видимо, оценили не все арендаторы. Большинство исторических фасадов все равно спрятано. А там, где с рекламой распрощались, оставили следы. Вот, к примеру, такие штыри, на которых крепились щиты. А это уже повреждения. Собственников организации, которые разместили указанные рекламные конструкции на объектах культурного наследия, требованы разрешительные документы, охранные обязательства и иные документы. По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований и принятии мер прокурорского реагирования. Пока арендаторам дали время на то, чтобы убрать рекламные щиты с исторических фасадов. Те, кто наотрез откажется, разбираться будут в суде. В этом случае, вместо того, чтобы заработать на рекламе, им придется за нее заплатить штраф. Анастасия Кондрашова, Юрий Чернышев. Информационная программа «День». Екатеринбург.